Здравствуйте! С вами программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Корольков. Здравствуйте! Здравствуйте! А насколько вы мне до эфира объяснили в вашем управлении те же самые вопросы, что раньше были в УФСКН? Да. Расскажите, пожалуйста, о реорганизации структуры и о том, какими функциями наделены вы сейчас, чем занимаетесь? В настоящее время занимаемся теми же функциями, которые и были в УФСКН России. В июле 2017 года начало действовать наше управление по контролю за оборотом наркотических веществ. В данное управление вошли порядка 90% личного состава сотрудников УФСКН. Собственно говоря, работа всем знакома, все профессионалы, все знают свое дело. Подразделение наше, скажем так, состоит из ряда подразделений, которые выполняют свои непосредственные функции. Туда входят и боевые отделы, так называемые, которые занимаются непосредственно выявлением, пресечением незаконного оборота наркотических веществ. Подразделение по легальному обороту наркотиков, подразделение специального назначения по обеспечению деятельности оперативных подразделений. Также подразделение, связанное с выявлением, пресечением наркопритонов и, скажем так, административного законодательства. Работа ведется круглосуточно, занимаемся выявлением и, собственно говоря, есть положительные моменты, успехи. Говоря об итогах работы, допустим, за прошедший год, можно же их подвести? Если 2017-й только стартовал, то какие, может быть, успехи достигнуты в 2016-м в борьбе с наркотиками? Какие наркотики наиболее распространены на территории нашего именно региона? Конечно, итоги уже подвели. За истекший 2016-й год сотрудниками подразделения было изъято из незаконного оборота порядка 237 килограммов наркотических веществ различных. Также выявлено порядка 1202 наркопреступлений, которые в основной своей массе составляют категорию тяжких преступлений. Были пресечены ряд организованных преступных групп. Также в суд направлены уголовные дела с обвинительным заключением по признакам состава преступления, предусмотренные статьей 210 Уголовного кодекса. Это организованы преступные сообщества. При этом, насколько я понимаю, уголовные наказания, которые предусмотрены за незаконный оборот наркотиков, сродни тому, что за убийства и даже иногда более жесткие санкции? Все верно. Санкции статей позволяют наказывать виновных практически в районе 20 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях. А можно ли порассуждать на эту тему, почему настолько серьезные санкции предусмотрены для преступников в этой сфере? В первую очередь, я считаю, потому что преступления в совершенной сфере незаконный оборот наркотиков опасны для всего общества в целом. Так как несут за собой огромные последствия по наркотизации целого поколения, наверное. Вот, собственно говоря, наверное, так. Если говорить о поколениях, то, может быть, есть определенные категории населения, контингент возрастной, гендерный или там социального статуса, которые наиболее подвержены и которые находятся в зоне риска и как распространители, и как потребители? Ну, скажем так, мы для себя определяем, наверное, три категории населения. Это школьники, это подростки, то есть учащиеся в средних уже учебных заведениях, полупрофессиональных, высших учебных заведений. Ну и, наверное, можно назвать ее такой родительской категорией, среди которой также встречаются, скажем так, неблагополучные семьи и конкретно какие-то люди. Что касаемо школьного возраста, это школьники, которые, ну, скажем так, из-за наживы, наверное, легких денег пытаются ввязаться в незаконный оборот наркотических веществ. Для кого-то это, может быть, кажется, что это круто, кто-то просто хочет лишний грамм адреналина в своей крови. Что касаемо уже более осознанных учащихся в высших учебных заведениях подростковой категории, здесь, наверное, все-таки все равно касаемо денежных вопросов, также нажива, собственно говоря. Ну, а взрослые населения, как правило, это какие-то проблемы, возникающие в семьях, вопросы, касаемые межкаких-то личностных отношений, пробуют, собственно говоря, и подсаживаются на это зелье. Находят утешение в первых порах, а затем уже сложно остановиться. Еще раз постараемся, давайте попробуем с вами остановиться на том, какие именно виды наркотических средств наиболее распространены в нашем регионе, и с чем вы сталкиваетесь чаще всего, синтетические, растительные, что наиболее опасно? Скажем так, естественно, все они опасны. Даже существуют такие легенды, что трава не наркотик, как говорят в молодежной среде. Однако употребление марихуаны также несет за собой некие последствия как в психологическом, так и, скажем так, в физическом состоянии здоровья. В основном на территории Рязанского региона преобладают наркотические вещества, конечно, растительного происхождения по количеству и объему. Но в последние годы, ни для кого уже не секрет, как на территории нашего региона, так и, наверное, на территории всей нашей необъятной Российской Федерации, преобладают наркотические вещества синтетического происхождения. В основном их, наверное, три вида можно отметить. Это, ну, скажем так, порошкообразные наркотические вещества, так называемая скорость, ну и другие. Непосредственно, как они в молодежной среде называются, твердые виды наркотиков, визуально похожие с наркотическим веществом гашиш, так называемые плитки, которые употребляют в основном путем курения. И раз, скажем так, растительного происхождения, это обработанные реагентом различные растения, скажем так, которые благодаря реагенту придают данному веществу непосредственно уже вот эти наркотические эффекты. И такой вопрос, может быть, есть некие рекомендации, допустим, для родителей, которые заметили, что их чадо не совсем правильно себя ведет? Естественно, хотелось бы обратить внимание родителей на, во-первых, поведение своих детей, это визуально какие-то изменения в их физическом состоянии, это покраснение глаз, скажем так, заторможенность, неадекватная реакция на какие-то просьбы родителей, скрытность, скажем так, в том числе и телефонные переговоры, какие-то там СМС-ки. Вот, естественно, они используют свои для ухищрений скрытности, используют различные СМС-мессенджеры, которые всем сейчас уже давно известны, в интернете сайты-обходчики. Хотелось бы, чтобы родители почаще заглядывали немного в личную жизнь своих детей, обращали внимание на их круг общения. Ну и профилактика, как известно, это лучший метод борьбы. В чем она заключается? Ну, основной, наверное, целью профилактики является донести до населения, во-первых, ту работу, которую проводит подразделение по контролю за оборотом наркотиков, разъяснить принципы работы, разъяснить проблемные вопросы, донести до населения те опасности, которые подстерегают, собственно говоря, наших детей на улицах, в учебных заведениях и в общем в сети интернет. Собственно говоря, для этих целей в подразделении управления по контролю за оборотом наркотиков существует отделение по взаимодействию с органами государственной власти, на которые возложены данные функции. Это работа и в учебных заведениях, общегородские, родительские собрания, различные праздники спорта, на которых, собственно говоря, и пытаемся донести ту проблему, которая стоит остро перед всеми нами. А если, допустим, какую-то сравнительную характеристику провести, статистику последних лет, есть ли положительная тенденция в борьбе с наркотиками или наоборот количество потребителей и распространителей растет? Или такой статистики нет? Ну, статистика, в общем, такая, наверное, ведется. На своем уровне могу сказать то, что проведенный нами анализ, свидетельство, собственно говоря, о том, что пока находится все на одном уровне. В связи с чем это связано, наверное, приведя такой пример, после реализации, допустим, оперативных материалов в конце февраля текущего года, нам удалось пресечь деятельность преступной группы, занимающейся незаконным оборотом синтетических видов как раз наркотиков. Были задержаны ряд так называемых закладчиков и в том числе были задержаны операторы, координирующие, осуществляющие, собственно говоря, сбыт на территории нашего региона. Естественно, после их задержания происходит некое затишье. Пропадают определенные виды наркотиков из незаконного оборота. Естественно, сужается круг сбытчиков. Но, к сожалению, когда проходит небольшое время, главные, скажем так, сбытчики, которые осуществляют этот незаконный оборот, находят новых закладчиков, новых операторов. И спустя некоторое время, естественно, происходит снова реализация наркотиков на территории нашего региона. Приходится, естественно, они меняют уже способы сбыта, всевозможные, скажем так, контакты с ними. Нам приходится и защищряться, и, собственно говоря... Идти в ногу с теми, кто придумывает новые и новые методы. Новые и новые методы, да. И стоят на месте, развиваются постоянно. Да, естественно, мы добираемся до тех, кто организовывает в целом всю эту преступную деятельность, но приходят на их место новые, так как это большие деньги. Ну, еще раз отметим, что в борьбе с оборотом наркотиков важную роль играют сами люди, которым стоило бы обращать внимание на поведение близких. Да, все верно. И в случае, если кто-то из телезрителей наших, допустим, знает некую информацию или замечает какое-то подозрительное поведение среди своего круга, окружения, куда можно обратиться? Конечно. Можно обратиться непосредственно как в подразделение в наших. Мы располагаемся по адресу город Рязань, улица Держинского, 12, где мы примем от вас ваше обращение, заявление, либо поможем вам разобраться с какой-то ситуацией. Или же обратиться на телефон доверия, который расположен на сайте УМВД России по Рязанской области. Вы рассказали о том, что на территории нашего региона, в частности, даже за прошедший год, была пресечена деятельность преступных организаций. То есть, это некая иерархическая структура, которая действует, да? Каким образом она действует и как строятся работы вообще таких группировок? Структура современной, скажем так, организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, состоит, наверное, из следующего. Это организатор, назовем его так, босс, который, собственно говоря, у него есть заместители. Заместители, так называемые операторы. Операторы непосредственно координируют и корректируют деятельность закладчиков. Ниже уже идут закладчики, которые непосредственно ходят по улицам города и делают так называемые закладки. Естественно, они зависят от сезонности. Если это зима, то они стараются делать их где-то в подъездах или в каких-то закрытых помещениях. В летний период времени закладки осуществляются на любом участке местности. Естественно, основные организаторы в большинстве своих случаев находятся на территории соседних регионов. Ну и частично, наверное, операторы тоже на территории соседних регионов находят. Закладчики, как правило, к нам приезжают с других регионов, потому что местных закладчиков стараются не привлекать к данной работе. В связи с тем, что, скажем так, лица примелькались уже и вызывают некие подозрения. Так называемая конспирация. Оператор, собственно говоря, находится у себя дома, никуда не выходя. Пользуется простым одним ноутбуком или персональным стационарным каким-то компьютером, где посредством так называемых смс-мессенджеров и других различных программ координируют деятельность закладчиков, передавая им какие-то указания. Друг друга они абсолютно не знают. Исключительно только используют ники, так называемые вымышленные имена, по которым и ведут, собственно говоря, свое общение. Что касаемо самого основного организатора, он выступает в роли поставщика крупных партий наркотических веществ, которые путем бесконтактного сбыта через закладки также передает их закладчикам, операторам, и далее где-то на съемных квартирах производится их расфасовка и дальнейший сбыт. Ну, собственно говоря, так. Контингент закладчиков – это как раз те самые, начиная, наверное, старшеклассники, школьники и учащиеся в высших учебных, наверное, заведениях. Можно вот такую категорию отметить. Спасибо, Владимир, что нашли время прийти к нам в студию. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин